Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом, бонжур, хеллоу! И мы продолжаем изучать Тору. Системно, четко познавать волю Всевышнего и выстраивать свое мировоззрение, потому что человек живет в мировоззрении. Каждый человек, вот Максим Перенчук, например, тоже, живет в каком-то своем мировоззрении. И от того, как ты смотришь, воздреваешь на свой мир, зависит, что ты будешь делать. Все решения человека зависят от его мировоззрения. Поэтому давайте разберемся, что нам Всевышний говорит делать и какие есть варианты. Есть вариант делать и не делать. Есть вариант верить и не верить. Есть вариант идти по велениям своего сердца или идти по велениям Торы. Или идти по советам каких-то людей, которые, опять же, идут или по велениям своего сердца, или по велениям Торы. То есть, в принципе, вариантов немного. Но вместе они дают неограниченное количество пересечений возможностей. То есть, любой человек в любой момент времени может думать вообще о чем хочет. То есть, мысль человека, она не ограничена вообще ничем. Даже был такой великий психолог, он считается одним из основателей таких течений в психологии, Виктор Франкл. И он в концлагере, он говорил, такая у него была идея, что у меня можно забрать внешнюю свободу, да, свободу моего тела. Но внутреннюю свободу у меня невозможно забрать. Я могу думать о чем хочешь вообще, прям о чем хочешь. Это есть известная такая история, как один другому рассказывает, говорит, ты знаешь, он говорит, прямо на параде, на параде, вот прямо вышел на параде на Красной площади и решил протестовать против политики, значит, политики Советского Союза. Тогда это было еще в Советском Союзе. Я, говорит, такой прям, ну вот, революционер-диссидент. Второй ему говорит, а как ты вообще в Советском Союзе протестовать против политики Советского Союза? Это было сразу сесть в тюрьму. Ну, то есть, как ты вообще смог протестовать на Красной площади и, значит, и не сесть в тюрьму? А тот говорит, а вот так вот, говорит, прямо подошел, прямо к милиционеру, вот так вот прям вплотную к нему подошел и, говорит, начал писать на Красной площади. Тот ему говорит, ну ты такой смелый, говорит, а он что? Говорит, ничего. Он говорит, в смысле? Говорит, ну я штаны же не снимал. Ну, такой анекдот сомнительный, но он показывает, что у человека есть свобода даже делать очень сомнительные вещи. И эти сомнительные вещи, опять же, для кого-то они сомнительные, для кого-то они бессомнительные. То есть, люди, каждый на своей волне, каждый в своем мировоззрении. Поэтому, чтобы выйти из всей этой путаницы мировоззрений, значит, мы идем и изучаем Тор. Вот у нас есть сейчас, мы находимся, книга Дворим. Книга Дворим – это последняя, пятая книга, которую Мушер Абейну Моисей написал, записал, произнес вначале, записал перед смертью. Он уже уходил из этого мира, и мы находимся в 26-м отрывке, 26-й перех, да, она разделена на такие, противно, на такие мини-главы. И глава называется «Ти того», но в ней есть еще много подглавы. Вот мы сегодня находимся в очень интересной подглаве «Кафтэ» 26-я. 26-е число, 26-е число, оно имеет очень большой смысл. Почему 26-е число имеет большой смысл? Очень интересно. Например, смотрите, 26-е число, 26 – это числовое значение слова, которым обозначается Всевышний, да, «Ют Кэй Вав Кэй», четыре буквы, которые нельзя произносить, вот когда это слово пытаются прочитать, это неправильно, потому что это слово – это код такой, да, его произносят вот именно так. Четыре буквы, «Ют Кэй Вав Кэй», хотя там не «кэй», а «эй» буква, но нельзя произносить это слово, потому что оно включает, то есть это самое близкое описание Всевышнего, которое только может человек сказать. И 26 – его числовое значение, 26. Теперь, если мы посмотрим на историю мира, то «Мошер Абейну Моисей», «Дарование Торы», это было 26-е поколение от Адама Решона, от первого человека. Если мы еще глубже посмотрим, оказывается, 26, оно же состоит из двух, 13-13. Так, слово «Эхад», да, «Эхад», его числовое значение 13, и слово «Ава», «Любовь», это тоже числовое значение 13, то есть один, единство – это 13, любовь – это 13, Всевышний, имя Всевышнего – это 26. И вот мы сейчас в 26-м перете, 26-я глава. Значит, 26 есть в этом очень… Я в 26 лет хазар-тибетшуа стал религиозным, я таким в 26 лет, по-настоящему. То есть 26 имеет большой смысл. Написано здесь так. Значит, как мы уже знаем из вчерашнего урока, что человек приносит первые плоды, приносит он в храм. И в храм он их приносит, приходит он к коину священнику с корзиночкой такой. У кого-то были, кто были богаты, у них были большие такие золотые корзиночки. А кто были бедные, у них были корзиночки из плетеной такие корзиночки. И Талмуд из этого делает такой интересный вывод, ну это между делом такая сносочка, что тот, кто богатый, он становится еще богаче. Тот, кто бедный, он становится беднее. Почему? Потому что золотые корзиночки возвращали. То есть он ее не отдавал, саму корзиночку. Он фрукты отдавал, корзиночка оставалась ему. А плетеная корзиночка, ты же не будешь просить коина, отдай патетик мой там целлофановый обратно. И он, плетеная корзиночка оставалась там. То есть золотая корзиночка, он ничего не терял, он как бы красиво, его все почет, уважение, и она еще у него и осталась. Теперь, значит, вот он стоит с этой корзиночкой, эти фрукты он принес в Бекурим, первые фрукты, и говорит Всевышнему, вот, и вспоминает всю историю. Мой праотец Яков, его хотел убить Лаван, и потом, значит, он спустился в Египет, а там в Египте притесняли, и там были потом рабами мои предки, а потом мы ушли из Египта, а потом, значит, мы получили Тору, и вот потом, значит, дошло, 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 и вот я сейчас стою, и у меня есть, раз я переношу эти первые плоды, значит, у меня есть поле в Израиле, если у меня есть поле в Израиле, значит, я себя очень хорошо чувствую, и вот я сейчас, значит, переношу эти плоды в благодарность Всевышнему, я знаю, что все это от Всевышнего, и я знаю, что все это такая цепочка последовательность действий, которые вообще от меня не зависели. И в этот момент, когда он давал эти плоды Бекурим, он наполнялся благодарностью и он наполнялся таким пониманием, что действительно все в этой жизни зависит от Бога. И вот он теперь говорит, а Йомазе именно в этот день, он говорит, Бог всесильный твой приказал тебе делать эти хутим, выполнять эти законы. Хутим это постановления, которые непонятны. Большая часть законов Торы не имеет логического объяснения. Они называются хутим. Хок это гзера, постановления. Например, так, чтобы показать, может быть, пример такой. В Северной Корее их главный, вот этот их главный какой-то кореец такой, да, лысый такой толстый, главный кореец, у которого он просто внук того корейца, который там что-то он закружил в этой Северной Корее. Это тоже удивительная вещь, когда была одна Корея, один народ, одна вообще кровь, одна вообще, вот просто один народ. И вот они разделяются вот так вот стеной, и тут северные корейцы, а тут южные корейцы, они воюют. И у них абсолютно разное мировоззрение, то есть настолько разное, что просто даже вообще северные корейцы, так этот северный кореец, вот этот вот, он уже третий от основателя, был основатель, который все это замутил, придумал идеологию свою. Чукча у них как-то называется, идеология такая, что надо быть Чукча, значит. А вот этот третий, он им говорит, корейцам, я постановляю, что все должны мужчины стричься одинаково. Вот так вот. Это его постановление. И все, и все мужчины в Корее стригутся одинаково. Да, да, он поставил, ну я читал, может наврали, правда, но я читал. Теперь, значит, это, конечно, ну он просто так постановил, а Всевышний нам дал много постановлений. И зачем он нам дал постановления? Для того, чтобы мы, выполняя эти постановления, для того, чтобы мы, выполняя эти постановления, смиряли то внутри, вот это эго, да, которое обычно человека ведет. У человека есть внутри его эго. Это называется бог чужой, да, которому обычный человек служит. Он служит своему я, он служит людям вокруг себя, он служит кому-то еще, он выполняет какие-то постановления моды, которые сейчас в моде. Он выполняет какие-то постановления государства, которые сейчас, где бы он ни жил, у него он должен слушаться постановления государства. А Всевышний говорит, нет, у тебя есть только один царь, один бог, один царь, это я. Вот тебе Тора, вот тебе постановления, действуй. И что будет тогда? А Йомазе, в этот день бог всесильный твой приказывает тебе делать эти постановления. В это мишпатим, и те, мишпатим это правопорядие, вот мишпатим понятные, да, логические такие вещи. «Вэшамарта, и будешь ты их сохранять, вэаси таутам, беколи вовхо, и будешь ты их сохранять, и будешь ты их делать, беколи вовхо, всем твоим сердцем, то есть всем мышлением твоим, у беколь навшика и всем телом твоим». Объясняет Раше, почему написано «в этот день», да, «в этот день», потому что каждый день пусть будет в твоих глазах как новый, и как будто бы в этот день ты получил этот приказ». То есть это очень, несколько раз в Торе употребляется такое слово, а Йомазе, в этот день. И каждый раз, когда вот в субботу, например, читают Тору в синагодии, когда показывают всем, вот это Тора, который написал Машарабейну, в синагодии каждую субботу читают недельную главу. То все говорят, все говорят, «вы Атем, Адвитим Ляшем Илокехем, и вы, которые прилеплены к Богу Всесильному Вашему, Хаим Кулхем, живете вы все Айом». Айом – это сегодня. И вот это вот выражение «Айомазе, Айом», то есть оно очень часто в Торе дает вот такой вот, как бы не намек даже, а конкретное указание, что есть только Айом, есть только сегодня. То есть есть только вот этот вот день сегодня, и если ты сегодня принимаешь Тору, если ты сегодня выполняешь заповеди, то у тебя будет завтра. То есть когда ты просто жертвуешь сегодня ради завтра непонятного, да, вот многие люди, например, был интересный пример, в ладерях в советское время, когда Советский Союз и Германия разделили Польшу, то было много польских беженцев, они их посадили в ладеря, выслали в Сибирь. Теперь после того, они в ладерях, у них был выбор, или стараться соблюдать изо всех сил, или же стараться, или оставить Тору. И понятное дело, что были те, которые сказали, нет, мы не будем, мы в ладерях, где Всевышний, куда он, он меня оставил, куда вообще я буду еще соблюдать в ладере, буду стараться соблюдать Тору, нет, и они все оставили. А были такие, которые говорили, нет, именно потому, что те, кто оставили Всевышнего, они оставили его до ладеря, когда было все хорошо, именно поэтому сегодня все в ладере. Поэтому мы, наоборот, должны и для того, чтобы лично спастись, и для того, чтобы спасти весь еврести народ и весь мир, мы должны, наоборот, исправить это, и они начинали еще больше соблюдать. И была ситуация, когда потом выбирали, кого там, например, отпустить, и там был один момент, когда выпустили всех религиозных. Почему? Потому что они вели себя как евреи, их куда-то там отправили, ну, отпустили. То есть мы никогда не знаем, что будет завтра, то есть ни один человек со всеми своими расчетами не может понять, что будет завтра. Я вам скажу так, что в тюрьмах, например, вот в Америке сидит в тюрьмах 2,5 миллиона человек. И эти 2,5 миллиона человек, вот они не рассчитывали сесть в тюрьму вообще, они рассчитывали, что у них жизнь сложится как-то по-другому. Они не хотели, то есть в их расчетах, ну, никак не было предусмотрено, что сейчас они там сядут пожизненно, да. Люди планировали какие-то свои преступления, люди планировали какие-то там мафия, там, группировки, какие-то планировали там хитрости и так далее. И что? 2,5 миллиона сидят в тюрьмах, да, вообще не запланированная ситуация. Поэтому Тора нам подчеркивает, что очень важно жизнь человека складываться из оем. Вот в этот момент, сейчас, если ты выбираешь служить Всевышнему, то это самый безопасный, самый мощный, самый красивый выбор, который ты можешь сделать. Дальше он пишет, значит, И ты будешь их сохранять и делать их, эти заповеди, да, Раша объясняет. Батколь, небесный голос, его благословляет, что ты принес эти бекурим аем, ты принес сегодня, ты выполнил вот эту вот заповедь, принести первые плоды. Тишне лишена оба, и ты, значит, благословение тебе есть, что ты в следующем году принесешь эти бекурим. Теперь И дальше идет вот 17-й отрывок, идет так написано. Бога, Бога, ты поставил сегодня быть тебе всесильным. Лалехет бедрахав, чтобы идти по его путям. Лешмор хукав, чтобы сохранять его постановления. Умитсватавы, его заповеди. Умитсватавы, его законы. Лешмор бекулы, и чтобы слушать его голос. Значит, здесь идет вот такая интересная вещь, что само слово заповеди, да, вот на русском оно не передает смысла этого слова. Что такое заповедь, да, на русском? Заповедь, да, непонятно. На иврите это слово переводится митсва. Циву это приказ. Митсва это то, что Бог приказывает тебе делать. Теперь вот смотрите, как получается. Представьте себе какой-нибудь царь, да, и какой-то царь, он говорит своим подчиненным. Ну, всем людям, а не все у него подчиненные. Он им говорит, смотрите, все должны выполнить мой приказ. Приказ такой-то. Теперь кто-то идет и выполняет этот приказ, и тогда он кем становится? Он становится для царя близким, он становится его шалехом, он частью становится царя. Теперь, а есть которые говорят царю, а я не буду выполнять приказ, а что должен выполнять твой приказ? Мало ли там царь не царь, приказ не приказ, я буду сам себе решать, что делать. И здесь это не просто так, что ты не выполнил приказ. Это называется восстать против царя. Но если царь добрый, он говорит, ну, послушайте, подумайте, я же для вашего добра вам приказываю. Я же приказываю не для того, чтобы мне чего-то не хватает. У меня все есть. Я хочу, чтобы вы, выполняя мои приказы, заработали себе вечную жизнь. Вечную жизнь, счастье, радость, любовь и так далее. Вот смысл этих всех приказов. Теперь часть какая-то говорит, хорошо, ладно, буду слушаться. Все-таки ты царь, все твое, но какой мне смысл не слушаться? Часть какая-то говорит, не, я буду, мне не указка, мне вот эти все цари, нету царей, я сам себе буду решать, что делать. Бог, он же царь добрый, он говорит, хорошо, подождем, посмотрим, что ты сам себе наделаешь. Знаете, когда подростки, например, или дети, они думают, что они уже всю жизнь знают, что они сейчас все всем расскажут, все всем покажут. Ну, там, кто помнит, я прошел этот период, когда мне казалось, что я сейчас всем все расскажу, какие вообще. Столько шишек я набил, столько неприятностей у меня было, что просто не сосчитать, да, не сосчитать вот этот вот возраст такого внутреннего протеста, когда сам я буду себя указывать. Но самое страшное, самое страшное, это, это не это, самое страшное, это идолопоклонство. Что такое идолопоклонство? Вот я сегодня, когда к уроку готовился, мне было интересно, что такое язычники, да, вот такое название язычники. Кто это такие язычники, да? Само название язычники, это, ну вот, как я, мне все время казалось, что язычники, это которые языки друг другу показывают. Но я посмотрел в Википедии, а оказалось, что язычники это что-то другое. Язычники, значит, вот мы сейчас, например, если почитаем Таилим, псалмы, да, на иврите. На иврите звучит так, вот сегодня 79-й псалом. Мизмор ли Асав, Эллоим, Бау, Гоим, Бена Халатеха. Значит, песня Асаву всесильной пришли. Гоим, Гоим это народы. Бена Халатеха в твой удел. Тему этой халь. Они запачкали твой храм, твой святой храм. Тума это духовная нечистота. Саму это русалам ли им. И они поставили Иерусалим, превратили в развалины, да. Вот тут используется в псалмах, в Торе часто используется слово народы. Так, Википедия говорит, что на древнеславянский, церковно-славянский язык, слово народы переводится языки. Языки это те, которые говорили на разных языках. То есть, слово народ это язык. Это очень интересно, да, что каждый народ имеет свой язык. И каждый язык, каждая модель речи, она определяет ментальность народа. Это удивительная вещь. Вот посмотрите, как говорят, например, американцы такие, да. У них такой прям, они прям важно так говорят. Каждый американец похож на какого-то диктора телевидения или там на актера. То есть, они все такие в театре в таком, да. Или расистские такие, очень часто суровые такие, сурово-духовные такие вот скрепы. Такое слово чисто российское, скрепы, да. Один был там писатель, и он говорит, вот я, говорит, очень люблю Ицкака. Такой серьезным лицом говорит, я очень люблю Ицкака. Мотивационные скрепы. Вот это такой вот, знаешь, суровый такой. И, значит, языки. Языки, это переводится как народы. Теперь получается, что язычники, так как большинство людей в древнем мире, они поклонялись, кроме Авраама и его потомков, Авраам, праотец Авраам, они поклонялись Богу Всесильному Творцу Мироздания. А большинство народов были идолопоклонниками, то язычники, просто народы, это и есть идолопоклонники. Теперь, когда они поклоняются, это как раз, если мы возьмем этот же пример, то мы возьмем так. Есть царь, который говорит, выполняйте мои приказы для вашего добра. Есть те, кто выполняет его приказы, заповеди, и у них все хорошо. Есть те, кто не выполняет его приказы, но они верят в царя. Они говорят, наш царь, мы тебя любим, мы тебя очень любим, ты любишь нас, Бог есть любовь, отлично. А делать-то, что вы будете? Они говорят, ничего, мы просто, вот Бог есть любовь, мы будем сидеть и любить, вот мы будем медитировать, просто чтобы убрать все мысли. Мы не хотим ни думать ни о чем, мы не хотим ни париться ни о чем, мы хотим просто вот быть в кайфе. А делать что-то будете, заповеди? Нет, делать ничего не будем. Почему? Ну, это все эти ритуалы, мы лучше будем свечи зажигать и маслом капать. Вот это прикольная тема, говорят они. Теперь, но есть еще третья категория людей, которые называются язычники и далопоклонники. Они говорят, секундочку, какой бог, какой царь? Нет, миром управляют деньги, например, или миром управляет президент страны, или миром управляет Карл Маркс какой-нибудь, или еще кто-то. Это называется и далопоклонники. Они рушат систему и с ними, конечно, уже Всевышний действует очень-очень жестко. Все вот эти вот языческие народы, все эти империи языческие, все они исчезли и никого не осталось. Все, давайте подведем итог, подведем итог. Значит, сегодня мы видим, что Тору надо получать каждый день. И Тора это не только вера в Бога, Тора это еще выполнение заповедей. Выполнение заповедей, от того, как ты оем сегодня, ты выполняешь заповеди, от этого зависит твоя жизнь, потому что другой жизни, кроме как сегодня, у нас нет. И все твои сегодня в итоге складываются в то, как ты проживаешь сегодняшний день, так ты проживешь свою жизнь. И поэтому я всем желаю сосредоточиться на сегодняшнем дне. Есть к Тивава Хатиматова, чтобы нас записали в хорошие книги и запечатали, скоро будет Рошашина. Бог-Царь как раз в Рошашина мы, как говорится, воцаряем Всевышнего, отрубим в шафары. То есть он приходит в виде вот такого царя, который выносит приговоры. И чтобы мы удостоились, осталось как раз всего лишь 15 дней. И вот эти вот там 15 дней нужно удостоиться именно каждый день делать много добра, делать много заповедей. Вот где можно увеличивать, увеличивать количество заповедей. И с Божьей помощью, что Всевышний нам даст очень хороший приговор. Все, удачи, успехов всем. И Тивава Хатиматова.